Владимирская область – лидер по капремонту среди регионов Центрального федерального округа. Программа реализуется успешно. С таких слов, первый замгубернатора Лидия Смолина начала отчёт о достигнутых результатах. За два года в области удалось отремонтировать более тысячи домов. Средства ушли немалые. Эти миллиард триста отремонтировали. На 661 доме мы отремонтировали крыши. В 232 домах мы отремонтировали инженерные коммуникации. И в 42 домах заменили лифты и фасады в 73 домах. И хочу сказать, что в этих домах проживает 112 тысяч населения Владимирской области. Но не всё так гладко. По словам замгубернатора, далеко не все подрядчики выполнили работы на совесть. Поэтому в этом году вопрос качества проведения капремонтов чиновники возьмут под особый контроль. На себе это ощутят жители 574 домов. Именно столько планируется отремонтировать до конца года. В некоторых домах заменят и лифты долгожители. Многие из них находятся в аварийном состоянии. Проверили специализированные организации, которые имеют на это право. И нашли 81 лифт, который со сроком эксплуатации 35 и более лет. Который ни разу, капитальный ремонт или не был проведён, или об этом документы, если что-то проводилось, утеряны. Ещё одна проблема – долгие сроки. В некоторых округах ремонт внутридомовых коммуникаций растягивается на несколько лет. Сначала в программу включают замену батарей, а уже потом дописывают и ремонт труб водоснабжения. Всё это доставляет неудобства жителям. Такое, по словам Лидии Смолиной, допускать нельзя. Поэтому чиновников на местах призывают не только активно собирать деньги на проведение капремонта, но и активно их расходовать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!